Приветствую вас, любители вкусного и интересного, рада видеть на канале Доброслав 13 в проекте «Съедобное-несъедобное». Сегодня у нас достаточно интересный ролик, по крайней мере для меня он очень-очень интересный, потому что обозреваем ИПУ, ИПУ из масс-маркета. Достаточно популярная крафтовая тема, индийский бледный Эль, очень сильно охмеленное пиво, и сейчас уже есть очень много подразновидностей этой ИПы, в которых, черт ну, сломит, разобраться очень-очень сложно порой бывает. Но мы с моим товарищем Димой, который, как всегда, мне за кадром в таких больших роликах помогает, решили пойти таким путем. Купили то, что у нас в Тамбове в общем доступе, без того, чтобы бегать, прыгать, искать куда-то, можно купить. И какие у нас будут сегодня представители? Пожалуй, два самых-самых частых варианта ИПы, которые есть по всей, наверное, стране. Это Волковская ИПа, версия 3, хотя они версию 3, по-моему, перестали здесь уже писать. Да, перестали писать ее. У нее заявленная горечь 55 единиц, плотность 14 и 5,9 алкоголя, бутылка 0,45. И стоила... Дима покупал ее. Почем, Дим? 60 по акции. 60 рублей по акции, то есть, ну, дешевле дешевого. Но даже там без акции, она сейчас там 75-80 рублей, куча-куча места, где продается. Следующая, Горьковская пивоварня. И это подразделение у нас Балтики, как мы знаем, а это, по факту, подразделение МПК. Здесь характеристики 5,9 алкоголя, 14,5 плотность, 55 горечь. По факту абсолютно то же самое. Бутылка 0,44 литра, так скажем, более желобская. И стоила она... 85. О, а что, не было, да, нигде по акциям? Я ниже не видел. Ну, плюс-минус ее тоже, наверное, они как бы сопоставимы по цене-то. Ну, Волковская... Я видел Горьковскую по акции по 62 рубля, но там нужно было брать от 20 бутылок. А, ну, ящик. Ну, как бы плюс-минус все равно цены близкие и сопоставимые. Где-то дешевле, где-то дороже. То есть, в среднем там 75 рублей, 70 их можем взять. Что для такой стилистики очень и очень дешево. Это будет у нас первая пара, кто из них, по нашему мнению, окажется лучше в слепой дегустации. Следующая пара. Это воронежские представители наших соседей. Кто не знает, я из Тамбова. Данные два варианта. Это Таркас. Я думаю, многим очень известная пивоварня. Я эту пивоварню люблю, очень хорошо к ней отношусь. И вот, как мне кажется, версия 2, и по какая сейчас вышла, она поинтереснее гораздо, чем была раньше. Специфическая, очень интересная бутылка. 0,45 литра объем. И здесь у нас 6 крепость, 14 плотность и 42 горечь. То есть, горечь здесь существенно меньше заявлено, чем в двух наших монстрах, основных игроков рынка. Но там ИПО, насколько я помню, по-моему, от 40 единиц начинается. Как бы вот минимальный порог, поэтому вроде как они вписываются. Второй воронежский представитель. А, сколько им стоило? 86. 86. Ну, сейчас нам напишут в комментариях, как обычно, где вы нашли ИПО за 86 рублей от Таркаса. Она везде 120, 130, 140 рублей стоит. Ну, такие вот в Тамбове цены. Это в обычный разливайкиш, да, вот, брал. Практически в любой, практически везде такая цена. Вот, как бы, ценник Тамбова. Следующее. Это хмельзила ИПО, пивоварня Чернозем, подразделение, пивоварня Канцлер. Крупная воронежская пивоварня. Здесь по округе много их пива, особенно в розлив продается. Здесь характеристики, этикетка хуже читается. 5,9, по-моему, 55 горечи, 16 плотность. То есть, она чуть более плотная, чем все эти варианты, да, у нас. Да, эти все в районе 14 были. Но крепость та же самая, 5,9. То есть, в теории она должна быть чуть-чуть послаще. 0,45 тоже льют. Не вижу. Стоила она? 119. 119. Не так давно она стоила 101 рубль. Вот я ее как-то брал, по весне снимал обзоры, Дима покупал. Стоила 101 рубль, но подорожала. Дальше. Достаточно странное, наверное, многим покажется сравнение, но это мы решили такую вот третью пару из категории на богатом. Брюдок, панк ИПО. ИПО из Англии, пол-литровая банка, стоит 200 рублей в Бристоле. Продается повсеместно сейчас. Я считаю, что это очень крутая, очень классная ИПО. Здесь, по-моему, даже горечь у них не заявлена на банке нигде. Она мягенькая, она гармоничная, она вкусная. Вот как бы считается, что классическая английская ИПО. И у нее крепость 5,4. В противовес ей выставим от России еще одного представителя. Это снова Волковская пивоварня, только сваренная на пивозаводе визит, а не на МПК. Не ИПО. Раньше это была не ИПО, то есть Нью-Ингланд ИПО, Вермонт, вот та вот стилистика. Теперь стали писать это, что это Американ ИПО. Я вот для себя до конца не могу никак понять, Американ ИПО от обычной ИПО чем отличается. Ладно, от английской ИПО классической, которая более мягкая, здесь должна быть более ароматная. Ну, вот кто может простыми словами написать мне, чем Американ ИПО от просто ИПО должна отличаться. Характеристики здесь уже 18 плотность, 70 горечь, 7,6 алкоголя и 0,45 литра банка. Стоила она 110 рублей по акции. Без акции в районе 160 рублей продавалась. Причем пробовал Дима и пробовал я, и у нас было очень-очень разное мнение. Сплерить не буду, говорить не буду. Вот посмотрим, как будет сегодня. Ну, у нас были разные даты розлива, как бы в разных местах купленные. Как вот сегодня это дело сыграет в слепой дегустации. Понятно, здесь они, конечно же, будут сильно отличаться. Ну, просто вот посмотрим, вкусно-невкусно на форме вот такого монстра, как брюдок. И очень хотелось взять в этот обзор Дабл ИПО, единственную Дабл ИПО из масс-маркета от Горьковской пивоварни, у которой 7,5 алкоголя, 16 плотность и 75 горечи заявлено. То есть 75, насколько я помню, это минимальный порог для Дабл ИПО. Обычно еще ИПО некоторые бывают с 75 единицами. Стоила она недорого. Что-то я брал ее в пределах, по-моему, 70 рублей в магните. И как бы я всегда считаю, что прям за эти деньги прекрасное пиво. Но одну просто Дабл ИПО попробовать непонятно как. И меня угощал подписчик из Воронежа от брелка пива ЛИХО. Дабл ИПО. Здесь много-много-много разных хмелей. Вик Сикрет, Амарила, ЦИМКА, Коламбус и Мозаик. Пол-литровый банк, насколько я знаю, она стоит в районе 200 рублей. И здесь заявлен горечь 120 единиц. 86 алкоголя. То есть это прям вот должно вот в разы, в разы быть ароматней, более горько, более крепко, чем все сегодняшние экземпляры. Вот так и сравним. Первой парой у нас будут главные наши игроки, монстры. А дальше уже потихонечку будем разбираться. А вы пока напишите в комментариях, несмотря ролик, что из этого пробовали, что вам нравится, а что является ужасом ужасным. Так, ну что, начинаем. Одна помутнее, одна попрозрачнее. Пенки нигде я не наблюдаю, была хоть где-то. Пенка была примерно по сантиметру, ну, сошла секунду, получается, за 15. Ну, как обычная российская, да, вот эта вот помутнее, потемнее, и эта посветлее, попрозрачнее чуть-чуть. Я не пил несколько месяцев уже, но, насколько я помню, вот эта волковская, вот эта горьковская должна быть. По-моему, раньше так было. Ёлки, хвоя, тропики. Ну, аромат хороший, ненавязчивый и пашки. Вполне себе нормальный. Без чего-то такого резкого, вызывающего, мягенько. Легкая, чуть-чуть карамельстость что-ли еще проступает. А вот эта более елочная, более горькая. И здесь практически нет тропических вот этих вот, очень-очень мало. Манго, маракуйя всяких. Здесь вот они поярче, понасыщеннее. Ну, я думаю, что это волки, это горьковская. Но вот вживую вот так вот их не сравнивал ни разу. Ну, давай слева начнем, будьте здоровы. Приятная хвойная горечь, елочки. И достаточно такое сладкое, послевкусие, уходящее в тропики. Оно у нас вот эти вот два не очень холодные. И сейчас достаточно ярко все это раскрывается. Нормальная питка, легкая иппа. Без того, как чего-то такого мощного-мощного, невозможного. Но горчинка очень-очень-очень яркая. Так, второй вариант. За вас, любителей вкусного и интересного. Ну, это более скучный, более грустный вариант. Как пиво просто, вполне себе неплохо, но вот этой версии проигрывает однозначно. Здесь есть горечь, но она горечь меньше. Вот прям на контрасте. Не сильно, но поменьше горчинки. При этом хвойных тонов хватает. Но мне вот здесь не хватает вот этих вот разных фруктов. Я люблю, чтобы побольше фруктов было. И мне вот здесь, знаешь, что вылазит? Я не пойму. Никогда я что-то... Хотя нет, в каком-то вот пиве не так давно тоже вылазило. Какие-то луковые небольшой аромат. Такого вот, знаешь, лук... Не просто лук порезали, а вот аромки, когда луковые идут в каких-нибудь этих... Ну, наверное, это слишком, наверное, тонкие. Я нет, я не ощущаю. Не знаю, почему-то вот у меня в голове сейчас щелкнуло, когда я там третий-четвертый раз начал нюхать, ароматизатора луковые, вот эти какие-то лук со сметаной, чем-нибудь такое. Причем не первый раз такой аромат я чувствую за последнее время. Странно. Ну, мне вот здесь не хватает фруктов. Вот этому я бы поставил тройку. Вот этому я бы поставил 3,75. Вот это вот хорошая ипашка. Вкусная, аппетитная, нормальная. Классная. Если я это правильно угадал, волковская. Но я думаю, что да. За 60 рублей прекрасно. Я удивлен. Чего? Наоборот. Наоборот? Да. Вот это вот я лошара. Ну, в волковской в ней же всегда вот этих вот тропиков было много. У меня такое ощущение, что в нескольких последних марок она стала несколько другая. Я тоже раньше ощущал, в ней много тропических фруктов. Сейчас как-то их стало, мне кажется, намного меньше. Вообще их практически нет. А когда это сварено? Свежее. 27-го, 7-го. Это месяца нет ей. Да. Мне вот это не понравилось. Странно. Ну, и вот здесь вот аромат побогатый. А как вот по аромату? Почему? По аромату горьковская. Хотя вот, например, буквально три месяца назад я бы сказал бы с точностью до наоборот. Ну, получается, что? Я вот пил горьковскую последний раз, по-моему, осенью прошлой. Волковскую я пил весной. И она стопудов была другой. Ну, вот такой вкус у нее прямо месяца два-три точно. Елки, хвоя, легкая сладость. И вот нет абсолютно ничего вот этого вот тропического. По моим ощущениям, они раньше были еще тропики. Ну, то есть все-таки они пропали. Ты же чаще гораздо меня покупаешь ее. Да, я думаю, что пропали. А теперь, друзья мои, давайте напишите, пожалуйста, комментарии, в чем как бы вот ваше мнение. Это вообще как? Так, я прям очень сильно удивлен до обескураживания. Да, сейчас будут писать опять специалисты, что я лошара, что не смог отличить горьковскую и волковскую. Ну, да, вот не смог. Да, такие честные, слепые дегустации. Ну, мое почтение. Едем дальше, освежаем рецептора. Так, о, здесь даже чуть-чуть пенки осталось, здесь нет. Как вообще было изначально? В левом образце ее не было совсем. В правом дежурный сантиметр. Так, здесь вот мутненько, очень близко, очень-очень похоже. По цвету, друзья мои, смотрите, мне кажется, вот правый образец чуть-чуть более карамельный, чуть-чуть потемнее. А вот этот, левые руки мои, образец, он чуть более такой вот соломенно-лимонный, более мутный. Я сразу по бокам-то перегадать не буду после предыдущей моей неугадайки. Но мы вот за кадром с Димой обсудили. Кстати, если кому интересно, от 20 мая сварена Горьковская. То есть, будем даты называть. Потому что, суть по всему, пришли к тому мнению, что варки опять стали, что у одних, что у других, очень-очень сильно гулять. Левая рука, правая от вас. Аромат тропики, переходящий в хвое. Манго. Вот манго высыпали под кучкой еловых опилок. Под еловыми ветками. И потом легкая-легкая такая карамельность. Очень приятный аромат. Мне вот прям вот в левой руке очень нравится. Правая, менее сладкий аромат. Здесь проявляется как тот чуть более рваный, что ли он. Здесь в левой руке из одного в другого перетекает хорошенько. А в правой он не такой яркий и не такой мощный. Как-то приглушенный аромат. Вот в моем понимании. У тебя-то как было? В левом образце более яркий. Более приятный. Согласен, ты да? Ну, давайте, друзья мои, за вас любители горького пива. Всем добра. Хорошая, яркая горчинка, уходящая в такую слегка сладость. Чуть-чуть тропиков и потом опять нарастающая горчинка. Здесь вот получается горечь, сладость тропическая, горечь. Очень приятно. И здесь вот не такие яркие тропики, как были в Апи. Они более приглушенные. Но прям мне поприятнее. Это хорошо, вот вкусно. Здесь хорошо, прям вкусно. Правая рука. За вас. Я предположу, что вот эта хмельзила, вот эта волковская. Объясню позицию, почему. Ой, не волковская, это таркас. Это у нас же сейчас воронежский. Все верно. Вот эта хмельзила, вот эта таркас. Вот как раз вторая версия таркаса, прям вот я ее ощущаю. То есть здесь хороший балансик по хмелю, по сладости. И не сильно выпирающие тропики, но они прям вот есть приятненькие. Но основная такая вот хорошая, прям волнообразная горчинка, очень ровная. Вот это, это в принципе тоже не очень плохо. Точнее, неплохо. Но здесь более рваный такой вот вкус. Как и аромат был. Здесь какая-то вот более грубая горечь. Сладость не просто вот. Если здесь сладость вот в Горьковской была, и вот здесь вот, что предполагает таркас Иппа, вторая версия, более такая вот на фрукты именно похожа. То здесь вот сладость карамельки с тропическими фруктами. И они между собой разорваны по вкусу. Здесь одно в одно перетекает, а здесь вот отдельно горечь, отдельно сладость, сладость тропиков таких конфетных. Потом опять горечь. Это хорошо, это неплохо. Это в моем понимании лучше, интереснее, чем Волковская, заметно интереснее. Но мне знаешь, что интересно? Если в таркасе было заявлено горечь 42, а во всех остальных 55, вот я тоже хотел бы сказать, что он не сильно-то иступает. Я в горечь, разница, ну может быть прям на какие-то единицы вот здесь вот поярче горечь. Мы, кстати, запустили ошибку одну непростительную. В следующий раз постараемся ее не допускать. Мы Волковскую вылили, а Горьковскую допили. Сейчас было бы интересно в лоб их сравнить. Итак, здесь 4 балла. Это в моем понимании таркас и по вот это вот со слоном их. Вот эта вот версия, это хмельзила. И я ей поставлю 3,75. Это хорошо, это вкусно, но мне вот здесь явно баланс не хватает. Тут вроде хмель не пожалели. И есть вкус интересный. Нурвана. Я вот так предполагаю, надеюсь, второй раз я не ошибусь. Давай, Дима. Нет, не ошибся, все вверх. Левый таркас, правый хмельзил. Таркас. Достаньте бутылки по датам тоже посмотрим. Но вот таркас я периодически беру. Здесь у меня как раз в лоте на остановке продается. Хмельзила от 20 марта до 16 сентября. И вполне возможно, что она уже даже подумирать начинает. Но дефекты не вырезали никакие. Ты знаешь, я их хмельзилу брал только один раз. Это было достаточно давно. Буквально там 3-4 месяца назад. Но мне кажется, например, такой же вот несколько рваный вкус и как бы и был. Я ее брал. Я не знаю, шорт выходил к этому моменту на канале или нет. Я брал ее 2 месяца назад. И как раз по рваному вкусу я ее сейчас и определил. Я тоже ее пробовал до этого один раз. За 101 рубль, в принципе, нормальный вариант. Дороже, вот 114, по-моему, 119 брал. 120 рублей. И вот это вот 86. У меня большие вопросы. Но вот это знаешь, что еще в хмельзиле? Она суши. Тут все-таки сладости, хоть она такая конфетно-карамельная, но ее меньше. Она прям заметно суше. Вот те, кто любит по суше, из всех, наверное, которые вот на данный момент были, Горьковская, Волковская, Таркас и хмельзила, хмельзила самая-самая сухая. Ну, по крайней мере, вот окислившегося хмеля или чего-то плохого здесь нет. То есть 3,75 в принципе нормальная оценка. Ну, а вот это вот. Ну, лично для меня на данный момент это повкуснее всего. И сделано это с 17 мая. То есть пока Волковская самая свежая и самая неоднозначная. Прямо скажем, самая слабая пока. Ну, вот да. Хотя ты ведь ее, да, периодически берешь, и она нравится. Опять же, вот слепая дегустация. Ну, ты бы вот, например, стояли вот эти вот два варианта. Ты бы какой взял? Ну, я однозначно Таркас взял бы. Дешевле и... Ну, я в первую очередь даже бы не на цену, скорее всего, посмотрел, а на вкус. Все-таки разница у них, да, в цене, конечно, есть. Ну, прям не космос. Ну, все равно, пока вкусняет. Ну, посмотрим, что сейчас у нас дальше будет. У нас уже взрослые игроки приступают к игре. Освежаем рецепторы, моем бокалы и будем продолжать. Так, вот это не будем пока выливать. Это, по крайней мере, оба экземпляра однозначно могут быть допиты. Едем дальше. На душе уже как так тепло становится хорошо. Под разговорочки, под все. Так, пиво правой руки, пиво левой руки. Получается, правая больше лимонно-соломенная, мутненькая, но чистая. Левая прям мутняк-мутняк, непрозрачная абсолютно. По пенке. Я не знаю, друзья мои, кому интересно вот это вот, где был больше, где был меньше пенки в таких сортах. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, интереса ради в левом варианте не было совсем. В правом был полсантиметра, но, как видишь, она попала прям в течение нескольких секунд. Короче, пеностойкость везде абсолютно разная. Ну, давайте ароматику. Левая рука. Манго-манго-манго, сладость. Ну, вот здесь куч-куч-куч-куч тропиков. Ёлок я вообще тут практически не чувствую. Что-то еще интересное. Какая-то карамельность. Ну, вот всякие разные тропические фрукты. Их здесь прям много-много-много. Я выпах во всех этих делах люблю хвою. Люблю, чтобы цитрусовые какие-нибудь немножко нотки отыгрывали. Ну, вот здесь вот карамельно-сладко-мангова. Прям очень-очень-очень мангова. Вот в моем понимании. Правая рука, левая для вас. Здесь аромат более деликатный. Такой резкий. Вот здесь он прям резкий аромат. Более мягкий, более сбалансированный. Тоже тропические фрукты. И чуть-чуть вылазит хмелек. Но хмель, вот знаете, не такой вот резко елочный. А более какой-то приглушенный, ровненький. Как-то так. У меня аромат правого экземпляра тоже больше понравился. Больше понравился? Ну, вот здесь вот он более насыщенный. Но он какой-то более, ну, чрезмерно фруктовый. То есть, если, например, мне в Волковской не хватало тропиков, их не было там вообще, то здесь вот мне чересчур много тропиков. И где елка? Где цитрус? А вот здесь вот прям очень-очень деликатный, очень такой элегантный. Он вроде тоже тропические фрукты, но он дает вот таким шлейфом очень приятный хмелевой аромат. Вот это, по крайней мере, на данный момент для меня самый-самый вкусный аромат. Любители вкусного и интересного, за новые свершения, за новые открытия. Будьте здоровы! Корка апельсин, корка грейпфрута, горечь вот такая вот, именно цедровая, не просто цитрусовая, а цедровая. Хвойность ноль, карамельность, мягкость тропических фруктов. Ну, горчинка прям явно ощутимая, хорошая, приятная. Ну, мне вот здесь вот, ну, елок категорически не хватает, хвои не хватает. Хотя, не знаю, может быть, это и по не ипацию, которая от Волковской, которая вот Американ ипо. Может, там как бы и не должны быть вот с хвойной тона. Это неплохо, но мне прям явно здесь не хватает, очень сильно не хватает, хвойной составляющей. То есть, ароматика тропических фруктов с преобладанием манго во вкусе цедра грейпфрута, наверное, такового, ярко-ощутимая горчинка, приятно, но мне вот явно не хватает, чего я сказал. Но вот этот вот сильный ароматик, мне кажется, она вот немножко постояла, уже ушла. Ну, кстати, да. Она мягче стала. И она больше стала просто такую фруктовую код пюре, мультифруктового сока. Потому что вот когда с первый раз я понюхал, здесь там был манго-манго-манго. Очень мощно. Просто вот все в манго. Сейчас оно как бы есть, но его уже намного меньше стало. Ладно, второй вариант, который по ароматике больше понравился. А, кстати, здесь сейчас что? Не, здесь вот как был, так и есть. Мягенько, деликатно. Тропический фрукт, немножечко хвойно-цитрусовых тонов. За вас, первооткрыватели. Это брюдок. Это брюдок. Да, все правильно. Ну, как бы... Вот, я уже снимал шортс, еще пробовал несколько раз брюдок. Причем раньше он всегда был в 0,33 банках, а сейчас он идет в 0,5 банках. Вот здесь нет ничего такого невозможного. Суперкрутого. Но здесь вот настолько вот в балансе и в деликатности все. Настолько все ровненько, хорошо. По ощущениям горечи, мне кажется, здесь... В предыдущих у нас сколько? 55 писали? 55, в Таркасе 42. И они были по горечи плюс-минус одинаковые. Ну, то есть, вот здесь, вот, наверное, по моим ощущениям, горечь может быть в районе, там, 40-42. А в Таркасе, мне кажется, все-таки горечь ближе к полтиннику. Она деликатная, она такая мягенькая, такая приятная. Моя оценка здесь пятерка, прям, вот, пять. Это непривычная, характерная нам калькрафтовая ИПА. Здесь нет такой мощности. Но, опять же, я кайфую здесь вот от баланса. Настолько ровненько, хорошо и классно. Но вот полноценный, привычный нам ИПА, наверное, не совсем получается назвать в данном случае. Но это офигенно вкусное, классное пиво. Да, согласен. Меня, кстати, очень немножко удивило по вкусу ИПА, в плане того, что я ее не так давно пробовал. И у меня впечатления были несколько другие. Она мне оказалась более округлым таким. Сейчас у меня такого ощущения нет. Вот у меня были приблизительно такие же ощущения, как я сейчас описывал. Шорт, короткий ролик на канале, не знаю, выходил, не выходил или выйдет в ближайшее время. Хотя он там снят несколько недель назад. Здесь для ИПА, как по мне, не хватает вот все-таки хвойности, чего-то такого. Хвойности, горечи. На мой взгляд, она несколько для ИПА сладковата. Причем, дай банку. Они, по-моему, 70 единиц заявляют горечь. Ну, брюдок банка, я думаю, все знают, да, такая классическая. Панк ИПА, то есть это не супер горькая, но вот кайф лично для меня в балансе у данного пива. А здесь Американ ИПА. Экстрактивность 18, 7,6, горечь 70. Ну, блин, ну, какие здесь 70. Я не согласен с ней. Дашь кого-нибудь, ну, хмельзил, давай. Хмельзил 55. Здесь именно такой вот чего-то там, резкости, горечи, хвойности, опять же, повторюсь, явно-явно не хватает. Здесь очень ушло все в карамельку и в... Может, он там не самый свежий бока. Ой, я перестарался. Ну, вот мне, кстати, по аромату, мне даже хмельзил больше нравится. Здесь заявлен 55, здесь 70. Вот это более горькая версия у хмельзил. Попробую. И мне лично хмельзил больше нравится, мне интереснее. Да, да. Да? Да. Согласен? И вот при всем рваности своей вкуса, в плане вот ИПА хмельзила интереснее и лучше. Если по обычному ценнику покупать, он и дешевле стоит. Я, честно сказать, вот прямо вот здесь вот, как был разочарован, так и остался. Хотя вот мы с Димой пробовали от разных, да, от разных варок, Диме больше понравилось. Мне, я плюс-минус вот что сейчас, у меня такие же ощущения были, что это чересчур сладко, не слишком горько, и полное отсутствие вот этой вот еловой тропической, какой, ой, еловой хвойной составляющей, такой горечи насыщенной. Ну, при 70 единицах-то горечи должна быть. Ого-го! У нас ДИПА будет сегодня 75 единиц. Мы потом сравним. Я не знаю. Я вот этой штуке поставлю 2,75 по причине того, что я разочарован. Да, это можно выпить, да, это можно допить, да, это не мерзко. То есть здесь как таковых дефектов нет, но мне здесь очень сильны мои разочарования. Вот как вот здесь вот я кайфую от глотка, так вот здесь вот я разочаровываюсь от глотка. Да, понятно, это там стоит 110 рублей, обычный ценник 160 рублей, и это стоит 200 рублей, но здесь пол-литра, здесь 0,45, и вот здесь ты получаешь удовольствие, а вот здесь ты сильно очень задумываешься. Волковская, что вы делаете? Я вас всегда так хвалю, так прям говорю, что Волковская, это классно. 5,275. Мое мнение. А ваше мнение в комментариях, друзья. Блин, как так-то? И хмельзил на фоне вот этой неипацию. Блин, а почему, Кость? Не знаю, настроение, может, удачная банка. Я тогда вот точно помню то, что с Наташей разговаривал, обволакивал, все было как-то по-другому, оно ощущалось. Ну нет же такого сейчас вообще. Нет. Первый глоток я когда сделал, я сразу отметил для тебя не обволакивает. Помнишь, я тебе говорил, она обволакивает, не горчит, излишняя сладость, излишней тропики. Но они, правда, в запахе-то уходят, в аромате. Ну, блин, во вкусе-то они никуда не деваются. Слишком сладковато. А вот это вот стоит и вообще не меняется. Это нет. Хотя мне казалось, что она лучше, чем от блюдов. Ну вот видишь? Я сейчас на 180 переобулся в воздухе. Вот они, слепые дегустации и сравнение в лоб. Иногда что-то нравится, друзья мои, а получается потом по итогу совсем другое. Старайтесь вот сравнивать вот так вот, как мы сегодня играем в такую игру, слепые дегустации. Соберитесь с друзьями. Не просто там жигулевского пива попить, а купите там 5-6 банк разного. Назначить дежурного. Пусть он разольет. Попробуйте. Поиграйте в такую игру. Не пьянство ради, а вот ради того, чтобы ароматику. Ну так вот, да? Удовольствие очень. Вот, ну... А согреваться оно вообще и противниками начинает становиться. А вот это стоит и не меняется. Ну их нельзя прям выигрышно выглядеть на фоне вот ни пацу. Как так? Так, освежаем рецепторы. Делаем технический перерыв и продолжаем. Четвертый заход сегодняшней эпопеи и пашной, которая теперь у нас дипа, да? Камера передает. Ну, я думаю, что передает. В левой руке моей до сих пор, что, кстати, пенка держится. И более такого карамельного насыщенного цвета. В правой руке пенки практически нет. И цвет больше такой соломенно-лимонный. Карамельности здесь практически нет. А насчет пены. В левой даже было рекордный сантиметр-полтора. В правой не было совсем. Изначально. О, как! Дипа. Двойная ипа. То есть здесь мы ждем супер горечи, максимальная насыщенность вкуса. Ну, все, что было до этого, но вдвойне. И, кстати, вот за кадром мы обсуждали, сейчас с Димой разговаривали. И вот по поводу неипацию, ну, да, у него были совсем-совсем другие ощущения. А когда в лоб сравниваешь, и получается совсем-совсем не то. Ну, как-то вот не стоит она этих денег. Очень интересно по поводу неипацию. Вот ваши комментарии почитать, друзья мои. А теперь переходим. Левая рука. Хвоя, елки. Причем вот не елки, а, знаете, молодые сосновые почки. Или когда в весенний лес приходите, вот он так пахнет. Сладко и ярко сосновым. Ну, или елку зимой перед Новым годом приносит. Не елку, а именно сосну. Принесли, она с мороза оттаивать начинает. Вот здесь вот так вот пахнет. Очень ярко хвойно. А потом уже карамельно-тропическо что-то подкатывает. Вот здесь вот приятненько, хорошо, вкусно. Пока так. Правая рука, левая для вас. Здесь более тропически. Менее ярко выражена хвойность. Больше, прям намного больше заметно тропиков. Да, если здесь будет больше хвойный аромат, здесь больше тропический, уходящий в цитрусы. И потом, потом вот так вот немножечко докатывает. Какая-то хвойно-хмелевая такая вот составляющая. У меня такие ощущения. Ну, мне правый образец показался чрезмерно сладким. Карамельно сладким. Вот не просто сахарная сладость, а вот какая-то такая леденцовость, карамельность, да? Да-да. И она как бы приглушает все остальное. Ну, по традиции, с левой руки за вас, кто любит поинтереснее напитки, друзья мои. Будьте здоровы! Вот здесь вот по хвое, по хмелю, прям ощутимая разница со всеми предыдущими экземплярами. Яркая, задирающая горечь, переходящая в такую, в карамельно-тропическую сладость. Вкусно, хорошо. Я бы хотел чуть-чуть посуше, но это прям вот вкусно и хорошо. Я не скажу, что вот какая-то кардинальная разница. То есть здесь в одном экземпляре у нас 75, в другом 120 единиц горечи, да? А там было 55 у всех, у неепатсу 7 заявленных, которых там даже близко в два раза нет. И 42 было у Горьковской. О, у Таркаса, да? Ну, давай, последний экземпляр. Всех глах. Цитрус, грибфрут. И горечь прям накатывает, накатывает, накатывает. И догоняет. Здесь горечь пожирает все. И как такового вкуса, богатого вкуса мало. Здесь сладко и горько. И вычинять какие-то остальные вкусы за всем этим очень-очень сложно. И прям вот очень-очень сильно накатило. Я думаю, это лихо. Но, знаете, если честно сказать, мне оно как бы не очень-то и понравилось. Да, прям горечь супер мощная, уходящая в легкие тропики, в небольшие елки. Но она прям очень-очень-очень сжирает все. Блин, я не знаю, сейчас после этого почувствую я шло. Но это более сладкий, более нейтральный вариант на контрасте. Здесь, наверное, нужен будет освежать сейчас рецепторы. Мое мнение, это горьковская дипа. Я ей ставлю оценку 4,25. С учетом ценника и всего. Я надеюсь, что это горьковская, что я ее угадал. Здесь хороший баланс между хвойностью, хмелем и тропиками. Не супер сладкая. Очень приятная ароматика. Но прям явно горько-горько, насыщен горько пиво. Мое мнение. Здесь очень много горечи. Гораздо меньше вкусов остальных раскрывается. Ну, как бы горечь на себя все-все-все оттягивает. И прям вот я вот чувствую такое вяжущее, терпкое, послевкусие, после глотка вот этого пива. Это, соответственно, лихо, я думаю. И моя оценка 3,5. Я, если я угадал, я бы хотел от крафта чувствовать, помимо такой вот супер мощной горечи, то есть да, здесь горечь явно прям кратно выше всех остальных экземпляров. Но помимо этой горечи, мне хочется еще и вкус получать. Не просто вот горечи все не обжечь. Мне хочется еще и вкуса. Вкуса интересного здесь мне явно не хватает. Вот, 3,5. Вот мне здесь вот именно не хватило вкуса. Погоречи, да, классно, чудесно, но он все съел. Вот это лично для меня интереснее. Все правильно, угадал. Угадал. Ну, а мнение твое? Мнение мое, что я дипу не брал давно, она как-то не попадалась. Но вот сейчас мое мнение о ней несколько изменилось. Мне кажется, она стала более сбалансированной. Сдается мне, что она раньше сильнее уходила в горечь, а сейчас она такая более мягкая стала какая-то. Карамельно-фруктовый какой-то вот тонаковый дюшес. Вот попробуй вот на глоток. Вспомни с детства дюшес. И как будто в дюшес добавили яркой горечи. Да, верно. Да, вот есть такое ощущение. Вот у меня в голове блуждал-блуждал, и вот что такое. То есть дюшес, уходящий в горечь, а потом уже тропки, елка, все остальное докатывается. Причем вот эта вот штука, она самая старая у нас. Ну, давай в банки доставай. Она вообще январская. Она как бы с января до января. У нас сейчас август на дворе. То есть по факту она должна уже как бы и умирать. Но она достаточно хороша. Прям бесспорно хороша. Сделана она 22 января 24 года. А лихо. У лихо, кстати, объем 0,5 литра, здесь 0,45 литра. Дата розлива 2 мая, 24-го года. Июнь, июль, август. То есть 3 с небольшим месяцем, но и в принципе... Ну, здесь горечь все сожрала. Я вот разности каких-то игры хмелей, чего-то не чувствую. Вроде интересно, вроде хорошо, да. А, но с учетом цены 200 рублей я бы, наверное, вряд ли такой второй раз купил. Я бы даже без учета цены, наверное, не купил бы. Ну, тут вот кроме горечи... Ты чувствуешь что-нибудь кроме горечи вот такое вот яркое? Да, абсолютно нет. Она забивает все и как бы другого вкус ничего. И причем горечь она, я бы не сказал, что для меня вкусная. Хотя я люблю ипы, ипы, ипы. Но данный экземпляр, нет, абсолютно не моя. Нет, знаете, друзья мои, даже с учетом цены, наверное, 3,25. Ну, купил баночку, да. Выпил эту баночку, да. А купишь ли ты ее второй раз? Я очень дико сомневаюсь. Я вот это вот лихо первый раз пробую. Тут, кстати, обновился этикетка. Раньше она другая была, какая там черная такая банка была. Ну, для любителей, для кого важна супер горечь. Ну, может быть, да. В остальном нет. А что же у нас по итогу получается, Дим? Ну, вот как ни странно, я тоже их первый раз пробую. Ты знаешь, мне его допивать неохота. То есть даже неохота допивать, да? Ну, мне именно нет. Вот. Ну, я, может быть, бы и допил, но я понимаю, что у меня есть там чуть-чуть остатки Брюдога, Таркаса и Подгорьковской, которую мы, в принципе, выпили, да. Кто там еще? Хмельзил та же. Ну, их я все с удовольствием, гораздо большим удовольствием выпью. Чем вот эту вот. Ну, то есть здесь крафт, по поводу горькости, да, он прям вот, вот, существенно ощутимо более горький, чем да, был и по от Горьковской, чем носорог. Но, опять же, например, джабс, как называется, это самое легендарное, атомная прачечная, да? Атомная прачечная. Давай подведем итоги, выставим баночки и посмотрим, самым терпеливым зрителям покажем. Дима тут ответственно взял карандаш, на этот курт, вот, строительный карандаш, листик бумаги, и он все баллы записывал. И сейчас мы давайте, в соответствии с тем, что он записал, а я говорил, выстроим всю эту вот линейку. Нет, Дим, ты зачем? Меллоу Дрим какой-то, вот он достал у меня из холодильника, видите, вот, стаут, который вы когда-нибудь увидите на обзоре. Он не в сегодняшней серии. И, друзья мои, мы сразу думаем с Димой, что снимать в следующей серии. То есть мы там в среднем раз в месяц собираемся вот на такие посиделки, попробовать чего-то интересного, вкусного, необычного, и снять для вас ролик. Есть две версии, это либо пшенички, либо аппы. Вот что вы выберете, за какой сорт пива вы проголосуете больше, аппы или пшенички. Считаю, там, через недельку, через полторы, после выхода этого ролика, за что больше народ написал, такой ролик и будем снимать. Ибо для нас интересный контент, ну, как посиделки, мы с другом собрались, посидели, попробовали разного пива, и для вас записали интересный ролик, чтобы вы вечерочек смогли очень-очень хорошо провести. Не знаю, вот Денис, наш одноклассник, смотришь ты этот ролик, если смотришь, Денис, ты знаешь, кто ты такой, Денис, тебе пламенный привет. Пишите, друзья мои, в комментариях, давай, дядь Дим, озвучивай, кто у нас на последнем месте будет сегодня. Вот это, по-моему. Для меня, как ни странно, наверное, все-таки будет лихо. Хотя нет, наверное, они поделят последнее место как раз с Неепаза. По факту, два таких вот, да, крафтовых крафта и около крафта на последнем месте, ну, баллы, я, по-моему, Неепазу из-за разочарования поставил меньше балл, да? Меньше. Но вот из-за удовольствия того, чтобы выпить, допить, для меня вот они на одном уровне, я бы их не очень хотел допивать, меня они огорчили и малость расстроили. Соотношением цены, вкуса и вообще вот, да, такие мы тамбовские ребята. Вот. Ты кого стоишь на последнее место? Лихо? Лихо. Ну, вот, значит, брюлок воронежский. У нас, кстати, сегодня три бываш воронежских представителя. Лихо. Последнее место. Неепазу предпоследнее место. Дальше. Кому какие баллы выставляли? Наверное, вот так, К сожалению, Волковская. Волковская. Вот, вот, вот легендарная суперкрутая Волковская. Вот она у нас оказалась на третьем месте с конца. Дальше. Кто по баллам был? Горьковская. Какая? Ипа. Ипа. Это у нее сколько был баллов? 3,75. Хорошо. Дальше. Таркас. Сколько? 4. Ну, на самом деле, вот, мое мнение, я и то, и то выбил, выпил с удовольствием. Плюс-минус одинаково. Может быть, даже вот в сегодняшнем рейтинге, и стоит поставить четверку горьковской ипы. Она была хороша, мы ее, кстати, допили уже на этапах освежения рецепторов. В отличие от Волковской. Я прошу прощения, у Хмельзилы было 3,75 еще. Вот. Ну, вот 3 вот этих вот ипы, они классные, но они все разные. Вот Волки сегодня меня очень разочаровали. Во-первых, каким-то неполноценностью вкуса. Возможно, это вот такая партия, я дату уже сегодня озвучивал, но сегодня Волки, я их всегда хвалю, от 27.07.24 года и что здесь еще что-то написано там, в 2 часа 36 минут был сделан, куплен в КБ. Может, вот для КБ все-таки что-то другое идет, не знаю. Вот, вот в Горьковской, например, из Магнита была. Вот эти 3 можно смело брать. Версия более тропическая, более сбалансированная между горечью, тропиками, сладостью и вкусом и хмельзила, кто любит, более резкие варианты. Хмельзила, кстати, тоже вот прям хороша. Ну, в принципе, да, прям нормально, вкусно, хорошо. А, ну, дальше понятно. Дальше Горьковская идет с 4.25. 4.25. И Брюдок вот сегодня как бы победил. Хотя у меня были подозрения, что Брюдок на фоне более горьких вариантов нам покажет скучным и унылым. нифига, друзья мои. Ну, вот если вспомнить английское пиво, которое мы пробовали Гоблин ИПА, я, честно говоря, думал, что будет примерно то же самое. Ну, нет, совсем нет. Вот это? Ну, вот, как бы, да. То есть, Хоп, Гоблин ИПА, она была бы где-то вот здесь вот приблизительно. Импортных ИПА у нас очень мало в продаже. Вообще в России, ну, а в Тамбове и особенно. Посему как-то так. Да я не знаю даже какой итог подвести и этому сказать. Лихо, супер горько и очень мало вкуса. Было интересно попробовать. Спасибо Александру, но меня не порадовало. Вот эта вот штука, не ИПА, причем ее варят достаточно давно, версии меняют. Ну, мне здесь явно не хватает. Это вот разочарование сегодняшнего дня. Это на самом деле для меня горьковское открытие сегодняшнего дня, хотя мне раньше не очень горьковское нравилось. Хмельзила и Таркас в Воронежске два брата сегодня да, на своем уровне. Вот сколько я их пробовал, вот они такого вкуса и были. Горьковское самое старое сегодняшнее пиво и оно оно не деградировало, оно не умерло. за там очень много месяцев наши не партнеры, да. Вкусные пиво наварили. Хотя вот привычный россиянам ИПИ оно ну не совсем такое, да. Оно слишком мягковато, слишком округлое, но здесь прям вот я кайфую от баланса. У тебя есть что дополнить, дядь Дим? Ну, что я могу дополнить? Действительно разочаровала не ИПАЗа, потому что в принципе когда я его первый раз пробовал, у меня были другие впечатления. очень порадовала ДИПА, я его помню несколько более грубой. Ну и Брюдох ну, тоже немножко поменял мнение, мне казалось, что оно слабовато, но на фоне, например, опять же, тех же Хобб Гоблинов и сравнивая с некоторыми образцами представленных вот на нашем обзоре ИП, ну, очень мощно выглядит, ну, мощнее всех других. Ну, по итогу, это вот можно купить по праздникам из премии, вот эти три. Ну, кстати, вот Горьковская у нас опять пропала, друзья мои, у вас есть она или нет, может написать в комментариях. Таркас у нас продается почти в любом ларьке, и я понимаю, что вы сейчас напишите, что у вас в Питере, Москве и Цыктывкаре стоит она 140 рублей, но вот в Тамбове она стоит 86 рублей, за эти деньги она прекрасна. Ух, Мельзилы при ценнике 101, 99 рублей, нет, 119 ты ее купил, но если опять ценник появится 101 или 99 рублей, как было пару месяцев назад, я ее буду с удовольствием иногда в охотку брать, здесь более резкая, более такая какая-то интересная горечь, ну а эту, которую ИПУ можно купить по всей стране. Почему так? Почему? Пишите в комментариях, а эту комментировать не буду. До скорых новых встреч, ждем много ваших интересных комментариев, и впереди самое вкусное и интересное. Пока-пока.